Здравствуйте! На прошлом уроке, используя метод так называемых шайб или коллег, мы составили определенный интеграл для вычисления объема этого тела вращения. Значит, это у нас объем. На этом уроке мы займемся вычислением этого интеграла. И сначала я предлагаю вынести π за знак интеграла. Итак, это будет π умножить на определенный интеграл от 0 до 1. И давайте возведем в квадрат двучлены. Воспользуемся формулой сокращенного умножения. 2 в квадрате – это 4. Теперь записываем 2 умножить на произведение двух членов, т.е. 2 умножить на минус 2у в квадрате. А это равно минус 4у в квадрате. И у в квадрате, и еще в квадрате – это у в четвертой степени. Значит, плюс у в четвертой степени. И от этого всего мы отнимаем вот этот двучлен в квадрате. А это 4 минус 4 корня из у плюс корень из у в квадрате, или просто у. И все это умножается на dy. Попробуем упростить подинтегральную функцию. Это будет π умножить на определенный интеграл от 0 до 1. Посмотрим, что можно сделать. Здесь у нас 4 и здесь тоже 4, но перед скобками минус. А 4 минус 4 – это 0. Мы можем вычеркнуть эти два слагаемых. И, пожалуй, запишем слагаемые в порядке убывания показателя степени. Значит, у в четвертой степени. Следующим по порядку членам будет минус 4у в квадрате. Далее будет у. Но не забываем, что перед скобками знак минус. Значит, минус у. И минус 1 умножить на минус 4 корня из у – это плюс 4 корня из у. А так как нам потом придется вычислять первообразную этого выражения, давайте запишем этот член как 4 умножить на у в степени 1 вторая. И все это, конечно же, умножается на dy. Теперь можно записать и первообразную. Это равно π умножить… Первообразная у в четвертой степени равна у в пятой степени делить на 5. Первообразная минус 4 умножить на у в квадрате равна минус 4 третьих умножить на у в кубе. Первообразная минус у равна минус у в квадрате делить на 2. И, наконец, первообразное 4 умножить на у в степени 1 вторая равна 4 умножить… Увеличиваем показатель степени на 1 у в степени 3 вторых и умножить на 2 третьих. Значит, плюс 8 третьих умножить на у в степени 3 вторых. И нам нужно вычислить значение этого выражения при у, равном 1 и 0. К счастью для нас, значение этого выражения при у, равном 0, равно 0. Таким образом, это будет π умножить на значение этого выражения при у, равном 1. Подставляем 1 вместо у. Итак, это будет 1 пятая минус 4 третьих минус 1 вторая и плюс 8 третьих. 1 в любой степени равна 1. Плюс 8 третьих. Похоже, что наименьший общий знаменатель равен 30. Значит, это выражение мы можем записать как π умножить… Все дроби будут со знаменателем 30. 1 пятая – это то же самое, что и 6 тридцатых. 4 третьих – это 40 тридцатых. Минус 40. Минус 1 вторая – это минус 15 тридцатых. И, наконец, 8 третьих – это то же самое, что и 80 тридцатых. Значит, плюс 80. Посчитаем, чему это равно. 80 минус 40 – это 40. 40 плюс 6 – это 46. И 46 минус 15 – это 31. Таким образом, это равно 31π делить на 30. Вот и все. Мы справились с заданием. Мы нашли объем тела вращения. Он равен 31π делить на 30. На этом все. До скорых встреч! ... ... ...